Вот о сыне. С тех пор минуло немало лет. Валерик уже сам папаший старт. В театре Любаня встретила свою любовь Рената Позлеева. В семье Любови Владимировны Рената Малонару... Мал... Ах! Ах! Можно сначала? Не-не-не, ну, а венди идет. Рената Малануровича, кроме Валерика, есть еще дочка Карина. Кареглазая и русокосая красавица. Глаза папины, а косы светло-русый колер, тушистых, облачно-сияющих, полосы бани, мог смести с ума кого угодно. Добавить к этому большие темно-серые с голубизной глаза, тонкое нежное лицо с мягким и ласковым цветом улыбки, конечно, актеру и режиссеру Ренату Позлееву в хорошем вкусе не откажешь. Было бы нелепо утверждать, да и кто бы не поверил, будто все и всегда в этой творческой семье ладится. Как раз в творческой семье поводов для разногласий многократно больше, чем в обычных. Два художника, каждый со своим творческим кредой и со своим почерком. Два художника, техника, пять, четыре, артистизм, шесть, пять, югер, шесть. Два! Молодец! Тридцать баллов пока великий Малорецкий. И за Малорецок приглашается Андрей Костынин. Детство, детство, ты куда сбежишь? Детство, детство, ты куда сбежишь? Снимай, игрался я еще с тобой. Детство, детство, ты куда сбежишь? А я хочу, а я хочу опять. Вы пьянувся! По крышам ветер, голубей гонять. Стразнительно сдачку вверх за газу. Ваше счастье, что вы не видели меня пьяным. Орлашка, он здесь! Я сначала хочу вот это прочитать. Да здравствует гиревой спорт и шахтеры! Кэмерон! Так. Underground with weights. Да ты не знаешь английского языка. Если что, ну так, я выиграл так-то тот конкурс. Камон ты в конкурс, у тебя в штанах. У меня там чемпионат. А в крайнем дерпи Зенит Спартак, кто кого выебал? Спартак. Чего? 3-1, Дундра. А на каком вы месте? Сколько раз вы были чемпионами? Может, почитаем? А вы бомжи. Я предлагаю ваш футбольный Спартак далеко отправить. Ну-ка, ну-ка. Ты его пока почидаешь. Анатолий Ежов. Ежовщина. Под землей с гирями. Интересно. Или про гиревой спорт. Медленно читай. Да боже, как им не надоели там разговаривать. Давай! В этот момент, видя страдания Маши и то, как она реально рискует жизнью, я представил себе жирные и пробитые рожи функционеров гиревого спорта, огульно отхаживающих все новое в гиревом спорте и все то, где нечем поживиться. Их бы сюда, в эту пещеру, к змеям и паукам, лягушкам и летучим мышам. Может быть, в них проснулось бы что-то человеческое, нормальными людьми стали бы. Прошло 45 секунд. И на счете 29 Маша уронила гирю и обессиленно опустилась на каменное основание пещеры. Резкая боль вынудила ее прекратить упражнения. Болели пусы операционные швы. Болело все внутри. Евгений помог Маше подняться на ноги и по скользким камням выбраться на верхнюю часть пещеры. Я взял гирю. Нам надо было еще выступить совместно с Машей. В нижней части прохода вглубь пещеры этого сделать было нельзя, так как два человека рядом там не поместятся. Решили свое совместное выступление. Время! 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 6, 5, 34 балла, 65 у малолеток Илья Андреев. Ай ты бабка моя бабка За тебе и повышеньюку Я засуну тебе в боку Алюминию бую в кроку Ой, гадки Это песни без заглядки Потому что взятки-клаки Всех на каторгу свезут Сибирь-сталыпинский свезут Название требую Так, ну я этого чувака в КВИ не видел вроде как Халил Мусаев Не, не, не Халил Мусаев Шихабудин Микаил Шихабудин, наверное Три буквы на моем заборе К В М Шаинский умер за наши грехи Давай Что-то я в этом крабовом салате ни одного краба не вижу А ты в этой итальянской пиццерии хотя бы кончик одного итальянца видел? Эта шутка родилась прямо во время съемки и в итоге попала в один из роликов Правда, слово кончик Тимур все-таки вырезал Самой убойной у Ларисова была идея с квадратной пиццей Но, как он сам рассказывал, хозяин пиццерии оценил ее не сразу Ну, а когда квадратный ролик вышел, началось Одному пятилетнему махачкалинцу родители за целый день хорошего поведения предложили исполнение любого желания Мальчик пожелал заказать в той самой пиццерии пиццу Когда ее привезли, он открыл коробку У пацана началась истерика Пицца оказалась не квадратной, а самой что ни на есть обыкновенной, то есть круглой Истерику прекратить удалось, но к пицце он не притронулся Юной махачкалинке исполнилось шесть лет На торжество родители для нее и гостей заказали пиццу Все пятнадцать минут томительного ожидания Именинница готова Техника Шесть, шесть, пять Истерику Шесть, шесть, пять Три, шесть, четыре Шестьдесят четыре балла И малолетки впереди на один балл За малолетки выходит Наталья Ляк Весену нужно занимать молодежь Молодежь, молодежь Это если не затушишь и убьешь Не убьешь Не убьешь Молод, молодые Творец лечит добрый Шесть, но это если не затушишь Не убьешь Не убьешь Не убьешь Полный кромк Валентина Казакова А танцевать? И тут название уже такое, что Мои секреты, как стать хозяйкой в своем теле Зайчка, я за тебя Зайчка Продюсеренький волчок Прости, зайчка Живот не пускает Это название текста Не сегодня Какие твои годы? Поехали У меня в группе была женщина Которой я занималась каждое утро по одному часу в течение 30 дней Началось с того, что я обратила внимание на ее красивое ухоженное лицо и ногти А живот в ее возрасте был просто Как кем-то приклеенный Занималась она многочасовой неподвижной работой Маникюр, педикюр Помоги мне брать этот ненавистный живот Помогу Только уговор Делай то, что я тебе скажу Началось с того, что мы обнаружили, что она не может достать руками большие пальцы на ногах Живот просто не пускал Через 10 дней наших занятий и соблюдение ею водяных дней Среда-пятница Она смогла дотянуться и схватить руками ступню Победа Она ругалась, кричала, злилась, что я не разрешаю ей скушать то, что она любит У меня от запаха свежего хлеба кружится Время! Техника! Шесть, шесть, пять Артистизм Шесть, шесть, четыре Тридцать три балла И у малолеток Девяносто восемь Света Демишонок за старпёров Поздравляем! Света Демишонок за старпёров Поздравляем с небом, не вновь за старпинцем Не с нами ждал, ведь и все, а муж за принцем Это песня, да не вновь за старпинцем Глава третья Маленькие вопросы и большие проблемы Где изображение лучше, на большом или на маленьком экране? Сомнений нет! На маленьком! Воскликнет зритель уникального теперь телевизора КВН Или переносного электроника ВЛ-100 На моём экране всё так отчётливо, будто напечатано Нелепо гадать, экран должен быть внушительных размеров Снисходительно заметит владелец современного аппарата с большим экраном Как ни странно, оба зрителя по-своему правы Бесстрастная техника свидетельствует, что на любом экране деталей видно Не больше, чем их передают Телевизор, аппарат по преимуществу семейный А семью и гостей устраивает экран с размером 50, 61, 67 см по диагонали Но никак не крохотный глазок КВН Впрочем, с отрицанием маринговой экрана приходится быть осторожным Ибо портативные переносные модели уже завоевали себе право на жизнь Поскликнет! Поскликнет! Техника! 6, 6, 6! А было вообще? 5, 5, 6! 100 баллов у стартеров 2-1! Стартеры выходят вперед И остаются Бескать и Романцевы Игорь Наскорбов Игорь Наскорбов Игорь Наскорбов 1 балл больше А сейчас У них на 1 балл больше Поверьте Не сколь с папой А молодецкие остаются без Насти Мартовой У Насти 31, у Романцевой Кати 30 Ну а что там дальше? Что там дальше? Дальше Четвертый раунд Осталось Осталось совсем немного до конца И очередная смена жюри Главный краевед Новосибирска Константин Голодяев